Ну, мы тогда приступим, посмотрим, все ли у вас в порядке, также соблюдены ли правила санитарных норм и требования к организации питания. Проверка в школе номер 39 плановая. Проводится она совместно с представителем Роспотребнадзора. Он выступает в качестве консультанта. Задача – осмотреть буфет на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям. Булочки без маркировки, они так и поступают, да? Ну да, только дату, да? А маркировки, что это булочки провели? Там все, там, наверное, в детском питании. Ну вот, я имею в виду, на этих, сами такие поставляют, да, вам? Понятно. После осмотра буфета сотрудники прокуратуры выносят неутешительный вердикт. Нарушения есть, вот только они незначительные. В ходе проверки в буфете школы номер 39 были выявлены незначительные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, которые будут устранены. 39-я школа не первая, в которой проводится такая проверка. До этого сотрудники прокуратуры прошлись по буфетам и столовым школ номер 19-25 и 13-й. Там нарушения были куда значительнее. Продукты без маркировки и с истекшим сроком годности. В связи с выявленным нарушением прокуратуры района 6 ноября 2018 года руководителю муниципального предприятия детское питание было внесено представление об устраненном нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства, которое находится в стадии рассмотрения. Елена Тетерина рассказала, что проверки в пунктах питания школ будут продолжаться и по всем выявленным нарушениям будут вынесены постановления. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».